Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала Помидорка за решеткой. Меня зовут Бакшти и Дмитрий. Мы с вами на новом пробеге. Вот так вот быстро и незаметно пролетел год. И совсем скоро, уже в этом месяце, выйдет FIFA 15. А у нас сейчас будет возможность пробежаться по... Извините, ролик выключу. По демоверсии этой игры. В FIFA 15 демоверсия вышла в Орджине, на ПК, в консолях. У нас сейчас вот ПК-шная версия. И, насколько я знаю, это первый раз... Так, ролик выключайся. Первый раз, когда идет демоверсия с русским языком. Как ни странно, я прям аж удивился, если честно, что вот такая вот фигня происходит. Это первый мой запуск. То есть, это классическая пробежимся. Поэтому я сейчас немножко поменяю управление на альтернативу. Я всегда альтернативой играю. То есть, у меня на геймпаде X это удар, а B это по сверху навес удар головой. Такая вот фигня. Также нужно сразу же, знаете, что сделать? Я, короче говоря, сделал комментаторов немножко тише. Сейчас посмотрим, русские будут комментаторы в демке или нет. Музыку я вообще выключил по понятным причинам, да? Сейчас будем смотреть. Комментировать я все не буду. То есть, как обычно у нас в прохождениях это бывает тому, как хочется оценить игру. Так что будем сейчас рассуждать, что да как, да где, да что. Собственно, у нас матч Ливерпуль-Манчестер-Сити. Это, походу, вот стартовый такой. Ну и вот они уже, изменения видны. Вот на самом деле выбор формации составов вот на данном этапе уже мне напоминает больше преволюшен сокер, как ни странно. Джер, Таллен, Стерлинг, Стариш, Ламберт. Походу, здесь еще нету Марио Балателли. Ладно. Окей. Нет, комментаторы на английском. Сразу же это видно, поэтому я убираю их. Чтобы они не мешали просто. Итак, вот оно начало. Это ПК-версия, напоминаю. Графика, ну, в настройках стоит хайт. Черт узнает, как получится. Вот они чудо-болельщики. То, что видели все футбольные любители на консолях нового поколения в прошлом году. Сейчас увидят и ПК-шные игроки. Ты посмотри. Новое оформление обзоров. Точнее, не обзора, а именно матча. Показан состав. И вот он, первый момент. И сразу гол. С навеса, конечно же. Но это гол. Джо Харт не справился. Такая вот неплохая атака. Довольно английская. Какой выпад, а? Это уже новая анимация. Таких не было. Выпад, да, из-под защитника. И там, кстати, первое убийство совершили. Пяткой по виску попали. Минюэли радуются. Все радуются. Ливерпуль выходит вперед. Забил на реке Ламберт на третьей минуте встречи. Вот так вот. Я не знаю, какой уровень сложности, но мне не кажется, что серьезный. Потому что первый запуск обычно делается нормальным. А потом игра предлагает уже что-то поменять. Вы посмотрите на газон. На газоне остаются следы. Ребята, это просто... За это уже можно любить эту игру. Не было такого никогда. На газоне следы остаются. Вынеси, просто вынеси. Это опасно. Ты посмотри. Серьезно. На газоне остаются следы от бутс. Вот это атака. Стерлинг! Ай-яй-яй-яй-яй. Но тут уже Джо Харт справился. Стерлинг, конечно, не наверняка решил этот момент. Говорил, я комментировать не буду. И уже хочется. И это штрафной. Готов пробивать Стиви Джи. Встает в стенку футболисты Манчестер Сити. Судья призывает их немножко подальше отойти. От точки, на которой установлен мяч. И я, на самом деле, сейчас уже понимаю, что... Немножко я отвык от комментариев. Теперь вы можете назначить третьего исполнителя удара во время штрафного. Каждый исполнитель может сделать передачу, пробить поворотом или пробежать мимо мяча. Что касается действий защиты, то вы можете увеличивать и уменьшать количество людей в стенке. Продвигать стенку ближе к бьющим или выбегать из стенки одним футболистом. То есть, что касается защиты, как раз-таки ничего не изменилось. Действие третьего исполнителя. Нажать РБ. Это подозвать его. Удерживать РБ и Х. Это крученный удар третьего игрока. Давайте позовем его. Но бить будет все равно Стиви Джи. И вот он удар поворотом попадает, Стивен, в стеночку. Я полагаю, что мало чего изменилось насчет штрафных как раз-таки стандартов. Немножко коревенько футболисты двигаются. Да, попали плечом. Если бы, кстати, плечом не заделал Туре этот мяч, был бы, скорее всего, гол. Вот такой гол забила сборная России и Азербайджану, по-моему. Шкартел. Джерард. И Фланеган. Блин, как они двигаются, а? Каждый раз. Каждый раз все лучше и лучше. 2-0. Проникающая передача в центр от Стивена Джерарда. И это удар наверняка. Да, каждый раз с новой фифой движение футболистов становится все реалистичнее и реалистичнее. Это круто. Ну какой газон, господи, вы посмотрите. Реально следы остаются. Меня так прет, я даже не знаю. Я уже хочу на каком-нибудь дерьмовом газоне поиграть. Интересно. Будут кочки, дождь. Это, блин, это наверняка круто будет. Говномесилово такое жесткое. К началу второго тайма. А можно поменять уровень сложности вот сейчас или нет? Параметры игры. Во, камера. Нет, это камера. Подожди. Звук. Пользовательские игровые настройки. Блин, нет, нельзя. Лишь после. Лишь после. И пропускать, блин, не хочется. Хочу именно свежие такие живые впечатления вам показать. Сильва. Неплохо он пробегает. Даниэля Стариджа. Старидж поборолся корпусом. Такая многоходовочка. В одно касание. Ламберт. Возвращает Стерлингу. И вновь выход один на один. Рахим Стерлинг. Опять не реализовывает момент. Очередной угловой. Джо Харт. Что-то он обсуждает с футболистами. Блин, лица, конечно, Старид тоже гораздо круче. Действий вратарей. Обещают сделать куда как реалистичней. Поведение, я имею ввиду, конечно же. Давай, Стиви Джи. Решил пробить слету. Не знаю, как-то очень коряво это все выглядело. Ламберт. Насри. Против него Рахим Стерлинг. Самир Насри останавливается. И Тиаги Сильва отдает. Ой, какой Тиаги Сильва. Господи, трипутал защитник. Давиду Сильву, конечно же. Отлично. Все это легко пока что. Благодаря тому, что уровень сложности слабый, я уверен. Хендерсон. Смотри, какое ускорение по левому флангу. Хендерсон. Хендерсон прострел. Слабенько. А вот эта передача не проходит. Зачем сохранял этот мяч, не знаю. Вот эта передача. И, собственно, защита действует. Но ура. Передача. 86% точности у Ливерпуля. 77% у Манчестер-Сити. Такая вот статистика высветилась. Давид Сильва. Хендерсон и Джонсон. Хендерсон. Борется. Отлично. Ногу поставил Хендерсон. И выводит Стариджа. Попытка вывести Стариджа. Один на один. Получается Даниэль Стариджу. Дорджо Хорт. Просто браво. Сильва уже и тут. И у него и тут уже отбирают мяч. Ален. Отличный прием. И момент какой мог быть и третий гол. Рикошет очень опасный. Это вновь Рахим Стерлинг. Руки не было. Было плечо. И судья все видел. Хвалят друг друга. Защитники Манчестер-Сити. До балета, в частности. Еще я не увидел кого-нибудь. Давайте попробуем забег к дальней штанге использовать. Вот он удар по воротам состоялся. По-моему, это еще один угловой. Даниэль Старидж пробивал, но задел мяч кто-то из футболистов Манчестер-Сити. Или нет? Нет, это отворот. Джо Харт у мяча. 5 минут добавил судья к первой встрече. Блин, как же выглядит это все круто. Ребята, я херею. Стерлинг! Еще один удар Рахима Стерлинга. И на сей раз мимо. То Джо Харт спасал. А сейчас попытка в дальний угол попасть. Ух, как близко. К сожалению, не попал Джо Харт. Первый тайм на этом заканчивается. Давайте посмотрим, как здесь реализованы повторы. Вот он, первый гол. Потрясающей красоты. Слушайте, какая-то обработка на повторах. Обработка изображения. Она виднеется. Гораздо контрастнее изображение выглядит. Темнее именно в контрасте. Точнее, контрастнее. Господи, я сказал. Выделены ярко футболисты. Немного светится, по-моему, кожа у белокожих футболистов. Немножко это раздражает. Может быть, мне кажется. Может, нет. Движение футболистов, которые стоят на воротах. А именно голкиперов. Не знаю, почему я такую длинную формулировку выбрал. Переработано, как я и говорил. Смотрите, грязь появилась на форме. Ну, то есть она и была. Но сейчас, по-моему, гораздо круче выглядит. Ну и вот работа вратарей действительно заметна сейчас. Джо Харт нехило так поработал. Да, вся эта статистика, она... Лишь благодаря тому, что мы на легком уровне сложности играем. Видимо. Но я говорю, это первый запуск. Поэтому... То есть нам не дали выбора. На втором запуске... На втором матче я сделаю все куда как сложнее. Джеко. Так, оставляет. Многие футболисты Манчестер Сити уходят вперед. Демичелес будет реализовывать свободный удар. И заброс идет на ворота. Не получилось ничего у Манчестера. Надо играть дальше. Отличная борьба. Это Даниэль Старидж. И убегает. Убегает Даниэль Старидж. И это 3-0. Сам не решил пробивать. Отдал Ламбертон. Этот ближний угол закатил. Хотя тоже рискованно было. Довольно-таки. Но не с этой камеры. С этой камеры как раз таки все наверняка было исполнено. 3-0. Рикки Ламберт. Дубль. Как мне нравится то, что на газоне следы остаются. Вы не представляете. Это просто... Ну-ка, подкатик какой-нибудь. Оп! И в ногу. Конечно, в ногу. Да, это видно было. Желтую карточку за это. И Эль Старидж получает желтую карточку. На 52-й минуте. Опа! По ноге. Да. Тут Сильва, конечно, справился с нами. Эдин Джека уходит. Вступает место 35-му номеру. Йоветичу. Йоветичу. Прошу прощения. Компании. Компании. Это Стариджа отнял. Ой-ой-ой. Что вы делаете вообще? Перевод на Глена Джонсона. Ничего себе, Даниэль Старидж. И удар по воротам. Станга какая! Я даже замолк. Это Хендерсон пробивал. На этом уровне сложности очень красивые атаки получаются. Если такие же будут получаться еще и на высоком уровне сложности, значит будет добавлять больше... Больше счастья, что ли. И радости. За реализацию. Переключиться на принимающего. Это Стиви Джи. Удар по воротам. Попытался Стивен с левой ноги. Три удара, три гола реки Ламберта. А, я думал дубль, а это хэт-трик получается. Вот он. Третий гол как раз таки. Вот это реализация, да? Джохард. Что придумаешь? Вынос. Опа. Как выиграл борьбой? Это пипец. Прыгнул на футболиста. Ой-ой-ой. Шкартел не дал себя пройти. И вперед. И вот он, Рикки Ламберт. И единственный удар, который Джохард парировал. Четыре удара, три гола. Да, мог сейчас четвертый гол оформить. О, слишком очевидно сыграло, на мой взгляд. Давайте попробуем Стариджи заменить. Только на кого, блин. Можно заменить его на Рахима Стерлинга. А вместо Стариджи выпустить Лаллану. Давайте. Такие замены. Еще одна замена и у Манчестер Сити. Блин, мне нравится. Мне все нравится. Настасич. Настасич. Точнее. Уходит с поля. Лазар Маркович. Вместо него. Вместо... Нет, подожди. У нас Лазар Маркович уйдет на поле. Есть какой-то сказал. Лаллану и Лазар Маркович. Выиграть борьбу за воздух не вышло. Как-то хладнокровно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пятый удар Рикки Ламберда. И, наконец, он промазал вообще по воротам. Да. Но этот удар Джохард бы засейвил. Такая атака. Стиви Джи немножко расстроен. Ливерпуль уже развлекается. Атаками в одно касание. Джохард посылает всех вперед. А, дает заболете. Отлично. Маркович. И передача на Ламберда. Ой-ой-ой. Ошибся. И... Компани. Единственное, что мог сделать, это вынести мяч в вал. Момент какой, а! Опять с на леса, конечно, придумали это все дело. Но красиво. Вот как думаете? Гораздо реалистичнее, по-моему, да, выглядит. Пабло Забалета уходит. Бакари Санья выйдет вместо него. Не знаю. Странная замена. Если честно. Дожидаемся. Давайте-ка окружим вратаря. Ай-яй-яй. Картел. Это нарушение правил. И... Будет очередной опасный штрафной ворот Манчестер-Сити. Пробивать вновь будет Стиви Джи. Первый момент. Мы помним, чем закончился. Капитан попал в плечо. Кому-то из защитников, которые стоят в стенке. Джохард вновь выставляет в стенку. А инструкцию люди в стенке получили от судьи. Джохард настроился. Джерард настроился. И... Можно пробивать. Джохард. Джерард. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Казалось, это гол. Расстроен Стиви Джи. Да, на сейро стенку попасть не вышло. Ну, и ворота тоже Стивен не поразил. А как летело. Как летело-то красиво. А вот опять же в пользу Ливерпуля. Немножко вот какие-то косяки в графике есть, я вижу уже. Не знаю. Они будут иметь место. Ой-ой-ой-ой. Ну, видимо, по замыслу Стерлинга там кто-то должен был быть. Однако никого не оказалось. Вновь пять минут. Стиви Джи. Ай-яй-яй. Перепрыгивая Рикки Ламберта, Стиви Джи врезался в кого-то из защитников. И оставил мяч им. Все. Победа Ливерпуля. 3-0. Знаете, почему на Ливерпуле играем с самого старта Дима-версии? Потому что играем мы на Энфилде. Вот такая вот фигня, ребят. Рикки Ламберт лучший футболист. Треча. Понятное дело. Пять ударов. Три гола. Его победа, можно сказать. Ноль ударов у Манчестер Сити. Но мы на эту статистику смотреть с вами не будем. Как я и говорил, нам сейчас не до статистики. Потому что херовый уровень сложности стоял. Итак. Узнаете больше об улучшениях игрового процесса и других новых возможностей. Полной версии файлы. Стая в вкладке правым стиком. Эмоциональный интеллект. Это я вам покажу. Вы почитайте. Командные тактики. Ловкость. Что? Понятно. Ловкость и управляемость. Битва один на один. Вратари нового поколения. Руководство командой. Динамическая презентация матча. Match Day Live. Английская премьер-лига. Ух, нифига себе. Самая популярная футбольная лига в мире. Теперь стала практически неотличима от настоящей. Все 20 стадионов. Текстовые аудиокомментарии. И более 200 новых лиц игроков. Ребята. За Blackburn. За Everton точнее надо было играть. Вот в FIFA 15. А мы пропустим английскую премьер-лигу, да? Товарищские сезоны. Аренда игроков. Охо. Заполучайте свой состав самых популярных игроков со всего мира. Взяв их в аренду в каталоге и спорт. Ничего себе. Понятно. Проект состава. Проектирование состава откроет вам доступ ко всем игрокам. В Ultimate Team используете проект с того, чтобы спланировать тактику на предыдущие матчи или разработать трансферную стратегию. Круто. То есть построил себе план и работаешь в этой степени. В этой... В этом направлении. Субтитры здоровья. Спасибо. GAG Субтитры создавал DimaTorzok